Всем привет, друзья! С вами Михаил, игра Idle Heroes. И сегодня в видео хочу поделиться своим мнением по поводу нового нашего персонажа. Превосходство, бесконечная эпоха Али Кита. Посмотрел я обзоры наших ютуберов и заграничных, и наших, с их тестами в различных вариациях, на различных этапах игры. И кое-что интересное для себя подметил по поводу этого персонажа. Итак, погнали, друзья! Пробежимся быстро по ее навыкам. Будем смотреть сразу отпечатки, потому что, ну, по-серьезному, герой Превосходства без отпечатков это выглядит не впечатляюще. Итак, первый навык у нее пассивный. Это обычная атака, наносит 660 урона всем союзникам. И рандомно наносит метку дата, это информация разрушения, 1-3 раза. Это информация разрушения. Рандомно на один раунд дает дебаф. Какой именно, хоть Зинтау его знает. Но, тем не менее, дебафы очень даже неплохие. Дальше, в конце каждого раунда перекидывает 2 дебафа с 2 рандомных союзников, не считая себя. И гарантирует себе структурную инверсию 4 раза. То есть, получается, 2 по 2, 4. Она полностью забирает себе 4 дебафа и конвертирует их себе в бафы. Прикольно. Тоже звучит прикольно. Билка смотрел, как это выглядит. Выглядит тоже впечатляюще. Но, если на вас нет дебафов или бафов нету на противнике, то персонаж сразу теряет свою эффективность и свою силу. Пассивный скилл. Это она, когда убита, наносит на врагов 2 раза манипуляцию, какую-то метку манипуляцию. И наносит 2 слоя проклятия. Союзникам еще структурную инверсию 2 раза предоставляет. Увеличивает весь урон союзникам с атрибутами снижения на 15%. На 3 раунда. Структурная инверсия перекидывает 1 рандомный атрибут снижения на атрибут увеличения. Ну, то есть, в чем ее прикол? По сути, она бафер-дебафер. Такой перекидывает бафы противника на дебафы. И дебафы союзников на бафы себе или своим союзникам. Но не так сильно, как себе. Ульта она наносит всем врагам 2 раза и тоже эту манипуляцию наносит. Дополнительно наносит 500% в атаке. И с каждым одним дебафом на цели еще раз наносит урон. Ну, то есть, чем больше дебафов на наших противниках, тем больше она наносит урон своими атаками. Скиллз эффект это, опять же, она перекидывает бафы в дебафы. Ну, то есть, она бьет, перекидывает дебафы и еще дополнительно бьет. Выглядит это весьма неплохо. Еще круче, конечно, это все выглядит с прокачкой дерева. Тут она даже доты накидывает. Это увеличение урона. Здесь еще она горение, кровотечение или отраву может накинуть. Здесь у нас даже еще увеличивает урон. В общем, очень прикольно. Здесь еще дополнительный стан. Может сработать плюс дополнительный раунд. Очень все прикольно выглядит. Такой себе тоже. Вот это я не люблю. Любые навыки, которые там 30%, 20% сработает, не сработает. Такой себе. Это по поводу ядра. Но фритопланному игроку явно на ядро ее в первую очередь не стоит обращать внимание, как по мне. Что я хочу по итогу, друзья, сказать. Посмотрел я на нее, как на основного дамагера Барри. Проводил такие тесты. Ставил ей даже арендаторов. Не был я впечатлен. Она там была прокачана довольно-таки неплохо. Но, тем не менее, в землях печати мало у нее урона. Проблема ее, когда нет дебафов или бафов на союзниках противников. Она там особого урона и не показывает. Выживаемость у нее, конечно, если она набафанная вот этими перекидками, очень даже хорошая. И урон тоже неплохой может внести. Но, как по мне, не читая Аспину и качать ее в первую очередь и играть через нее, ну, я бы не советовал. Также я смотрел на нее без арендаторов у Аку Демона, если я не ошибаюсь. Тоже вообще не впечатлила. Урона особого там не вносит. Но, собственно говоря, она саппорт маг. Ожидать от нее урона тоже не стоило. Это пустые надежды. Но, 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 что я хочу сказать, как начинающий Аспиновод с опытом игры Free2PlayGod. Она мне очень понравилась. Я себе, друзья, хотел сделать команду Аспина. Добавить сюда Рею, которую, я надеюсь, мы через недельку сделаем. Добавить сюда Натали, которая очень даже хорошо может скомбиться с Ликитой нашей. С продолжением действия дебафов. Ее навык накидывает. Плюс она сама дебафы там тоже может накинуть. Обязательно Бетти и Натали. Рея, Бетти, Натали. Вот такую я себе еще команду хотел. Но, вот я смотрел на Ликиту вот эти все наши дни и на ее тесты. И я вижу и ловлю себя на мысли это все теоретически. Вы напишите свое мнение, что вы думаете. Вот замените Елену, она бы очень шикарно заменила. Единственное, что мне не понравилось, немножко получается дебаф. Баф-дебаф, весь прикол нашей Ликиты. Малюха сбивает ульта от Фреи, которая чистит бафы на наших противников. Но можно попытаться настроить. Это тоже было бы интересно потестить. Вот у нас два бафа атрибута. Снимает с них два бафа атрибута с противника. Это может мешать нормально работать навыком Ликиты, когда она перекидывает эти бафы в дебафы на противника. Но можно попробовать настроить. Это все тестить надо, чтобы первая Фрея била, скидывала эти. Или била по пустым противникам, на которых еще нет никаких бафов. А Ликита в конце раунда уже бы забирала, переконвертировала все, что оставалось. Было бы интересно. Интересно такие тесты посмотреть. Заменить очень даже хорошо, мне кажется, друзья, очень даже хорошо Ликита может заменить Елену в пачке Аспина. Большие надежды на это возлагаю, точнее, друзья. Но качать ее в первую очередь вообще не стоит. Как по мне, результат через Аспина и Королеву с Еленой, если первыми вот этих трех персонажей качать, вполне себе будет приемлемый и намного лучше, если начать качать Аликиту. Дальше я прокачаю Фрею, прокачаю, естественно, Бетти, потому что без контроля никуда. А вот дальше можно будет подумать. Если был бы у меня флаг Превосходства, я бы после Бетти сразу бы накинул бы флаг на Елену, убрал ее с пачки и поставил бы Аликиту на тот момент. Пятым-шестым героем, я думаю, к команде Аспина она бы очень хорошо зашла. Но, опять же, друзья, обращаю внимание, это теория. Если кто-то может потестить, напишите, пожалуйста, как это стакается, как это работает. Но бафы-дебафы очень хорошо, особенно снятие этих всех дебафов с Аспина, очень хорошо может помочь Аспину разогнаться. Плюс еще дебафы, которые будут на наших противниках, будут еще больше увеличивать буст урона Аспина. Но все это теория. Если есть вообще возможность, друзья, у кого-то дать аккаунт с такими настройками какой-нибудь жирненький и потестить, было бы очень интересно мне, как Аспиноводу. Такое мнение. Пишите в комментариях свое мнение. Согласны вы или с ним, или считаете, что все-таки Елена может быть более полезная с Аспином. Хотя я чем дальше смотрю, тем дальше убеждаюсь, что после прокачки определенного уровня все Елену убирают, ставят туда или дополнительно Айла Мака или кого-нибудь другого. Но Елена отходит там во вторую пачку. А поставить сюда Аликиту в пачку шестой и Елене поставить флаг превосходства, это бы еще больше бустануло Аспина и добавило бы нехило стат за счет Елены. Такое видео получилось, надеюсь оно вам понравится, будет полезным. Всем хорошего настроения, мирного неба над головой, всем добра-добра и до встречи в следующих видео.